НУЖДИКИ 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 А я вам рассказывал, как мы с Китом устроили во дворе автодром. Только у нас вместо машинок были газонокосилки. Короче, беднягу исполосовала, живого места не было. Причем это не я в него въехал, он как-то попал под свою. Вы знаете, что значит засосать головастого? Вот как-то шли мы с Китом, и он... О, Господи! Ой! Да ничего такого, что в самом деле, это про еду. А я вам рассказывал, как Кит пытался зажарить индюшку по особому рецепту. 90% ожога в третьей степени. Доктор просто офигел. Ни разу не видел, чтоб новые ожоги были на незаживших старых. Мой приятель Кит однажды целый год прожил на кладбище. Не то чтобы силу воли испытывал или чего, его просто выперли из дома. Так вот он говорил, что ни разу не видел мертвеца. Один раз, правда, было. И мертвец двинул его монтировкой, обчистил карманы. Ну, может быть, это был просто бомж? А я рассказывал вам, как Кит чуть не утонул в туннеле любви. Вы, конечно, скажете, что там хрен утонешь, больно мелко, но он был бухой в лоскуты. А с ним тогда была его девчонка. И вот он ей орёт, чтобы она его вытащила, а та, типа, не хочет брюки мочить. А моего друга Кита как-то раз тоже бомбили. Он пошёл в поход, забрёл куда-то, на знаки не смотрел, как всегда. А там полигоны и военные испытывали всякие бомбы. Ну, самые разные. А я вам рассказывал, как мой друг Кит однажды вылетел с американских горок и недалеко упал, прямо на рельсы. Так эти козлы даже не остановили аттракцион. Типа, люди же заплатили деньги. Один раз мой приятель Кит Наспор набил себе на лбу татуху. Я дебил. Выиграл 200 баксов. Так что ещё вопрос, кто оказался дебилом? Однажды моего приятеля Кита Маманя свозила в колониальный Вильямсбург. Он и решил сам водить туристов по историческим местам. Там золотое дно, что самому деньги печатать. Возникает вопрос, как его искреннее желание воссоздать атмосферу времён колонизации переросло в енотовые бои на заднем дворе со ставкой по пятёрке. Очень просто. Кит тогда жил вместе с братьями, а эти ублюдки не пускали его никуда, кроме заднего двора. Так что у Кита не было ничего такого исторического, что можно было бы показать народу, кроме старой тачки без колёс, где жили его бойцовские еноты. У моего приятеля Кита как-то раз тоже тачка упала с моста, вот тип такого. Короче, едет он по мосту поздно ночью и видит, что прямо на дороге лежит что-то тёмное. Но он подумал, что это дохлый медведь, тормознул и вылез потыкать его палкой. В итоге оказалось, что это просто шуба, видать, выпала у какой-то тётки из машины. Ну, халявная шуба, поди плохо. Но тут что случилось? Только он взял эту шубу в руки, налетела целая стая сов. Видно, тоже думали, что это какая-то падаль. Обычно совы на людей не нападают, но эти, видать, были очень голодные. Стали драть его когтями так, что мама не горюй. Но Кит, понятно, решил дать дёру. Он прыгнул в реку, совы же не умеют плавать. Так где за ним? Он от них отбивался минут двадцать, наглотался воды, чуть не утонул. А тут плывёт пароход. Мост разводится и тачка буль-буль-буль. Вот так оно, шутить с природой. А я вам рассказывал, как мой приятель Кит делал суши. Маманя повела его в суши-бар на днюху. Он сперва не хотел идти, но как попробовал, его прям пропёрло. Да только в хорошем месте одна сушка стоит под десятку. Вот Кит и подумал, чё такого сложного, завернуть сырую рыбу в водоросли. Решил попробовать сам. Ну, говорят, что на ошибках учатся. Так вот Кит научился, что если съесть три фунта сырого сама, то ты не жилец. К счастью, доктора успели вовремя, ещё немного у него бы сердце отказало. Короче, откачали его, но с того дня у Кита напрочь онемела правая нога. А своего родного братца Пола он вообще узнавать перестал. А мне нравится этот мост. Не, серьёзно. Мы с моим приятелем Китом как-то подъезжали к такому на его тачке. Так он решил проверить, можно ли перепрыгнуть на ней прямо через реку. Я поднял мост и... Ну, в общем, оказывается, машины могут плавать. Но недолго. А я вам рассказывал, как мой друган Кит припёрся на свадьбу без приглашения. Ну, оделся прилично в кои-то веки все дела, но вышла накладка. Священник запаздывал, а все с чего-то решили, что священник это Кит и есть. Ну, он их и поженил, как мог. Интересно, а это считается? НУЖДИКИ Субтитры сделал DimaTorzok